Рекордный бюджет на следующий год для войны с Украиной и катастрофическая нехватка элементарного обеспечения. Например, медицины, амуниции, а также истощение запаса снарядов. На фоне слухов о возможной новой волне мобилизации в России у военных экспертов возникает вполне логичный вопрос. Человеческого ресурса у Путина еще на несколько волн, а вот во что он всех оденет? Однако, чем больше проблем с обеспечением в российской армии, тем сильнее это играет на руку Украине. Частичная мобилизация в России уже давно окончена, однако проблемы с обеспечением прибывших солдат не решены. Так, инструктор по боевой подготовке из города Ставрополь обращается за помощью к губернатору Кемеровской области. Мол, солдаты не готовы к отправке на фронт. Сергей Евгеньевич, ваши бойцы, которые вы отправили к нам в Ставропольский край, абсолютно практически голые. У них нет ни медицины, и все медицины у них один жгут. Нет у этих солдат и элементарной амуниции, и до ужного зимнего обмунирования. Защиты у них никакой практически нет, только две брони. У них полностью, пока полностью у них все открытое. Ничего практически нет, ни термобелья, ничего. Пацаны мерзнут, а как бы для выполнения задач на территории Украины там достаточно холодно. А это уже видео с фронта. Российские солдаты получили новогодний подарок от волонтеров правящей партии. И пока украинцы сбрасываются на спутники, дроны и рации, россияне отправляют своим солдатам крупы в черных пакетах. Что тут у нас? Сигареты для парней. Бритвы. Пакет перевязочно-медицинский. Вообще отлично. Так, это у нас типа жгут. Надо разобраться, но все равно получше, чем у С-марка. Он уже... Второй жгут. Тут у нас еда. Посмотрим. Рис. Овсянка. Ого, еще макроны. Вообще отлично. Тем временем в Москве в соцсетях объявили о сборе помощи для военных на фронте. Предлагают поделиться с солдатами, баянами и балалайками. Министерством обороны Российской Федерации организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов. Баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар, балалайок. В целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки. Британская разведка сообщает, Путин не собирается завершать войну в следующем году. И несмотря на все сложности с обеспечением в армии, которые не признают в Минобороны страны-агрессора, на следующий год запланирован рекордный бюджет. На оборону на следующий год Россия планирует выделить 9 триллионов рублей – 143 миллиарда долларов. Это практически 30% от всего бюджета, потому что намного больше, нежели в предыдущие годы. Разведчики считают, что эти цифры слишком оптимистичны. И чтобы обеспечить своих военных, Путин должен забрать эти деньги из других сфер, таких как медицина, образование и туризм. Поможет ли это ему и дальше вести агрессивную войну против Украины без посторонней помощи и как отразиться на самой России на фоне действия санкций? Вопрос риторический.